Мы 6 лет здесь живем. Мы приехали на пенсию. Двухэтажные отгрохали, а сейчас продаем, а нафиг он мне нужен. И квартиры в Анапе рассматривали тоже, чтобы уехать. Очень сильно подорожали. Получается, здесь у вас тоже с медициной плохо? Вообще плохо. Не будет работы, на что ты будешь жить? Существовать на что-то ведь нужно будет? Садик здесь невозможно. Садик не устроится? Ой, у меня знакомые ждали, я не знаю, года 4, наверное. Я к выводу пришла, что сажать здесь вообще ничего не надо. Когда мы были в станице Гастагаевская, которая находится недалеко от Анапы, нам удалось взять интервью у местных жителей. Среди них была женщина, которая со своей семьей переехала жить в Краснодарский край с Дальнего Востока 6 лет назад. Просто нам интересно, вот вроде ваша станица известная, люди приезжают сюда на ПМЖ, а где все они работают, вот это мне интересно знать. Кто где? Кто где? А есть какие-то предприятия? Я на пенсии. Да нету тут ничего, по-моему. Ну я сама, сколько мы, 6 лет здесь живем. А, тоже как вы приезжаете? Мы приехали на пенсию. Дочь приезжала у меня с Хабаровска, покрутилась тут, походила по Анапе. Не понравилось? Ну не то, что не понравилось, толком работы-то нету. Вот, я поэтому... Нет, работы валом, но она вся 15-20. Вот. А как на них прожить? Так я вот сейчас не удивляюсь. Если там и по 60, и по 70 получать. Конечно, конечно. Если нет какого-то такого дохода дополнительного, ну вот, там работаешь на себя, да, например, то это не устроишься. Ну что, 15 тысяч это же вообще? Да. Ну все равно, работы много, особенно в сезон. В отелях везде требуется, требуется и горничные, и все. Ну это понятно, как обслуживающий персонал. Ну это тоже ведь не каждый пойдет обслуживающим персоналом работать. Можно администратором, вот у меня, кстати, так удачно пристроилась, была в этом, видите, Зиве, как бы и хорошо получала там сороковник. Ну она тоже оттуда не вылазила, отсюда на машине ездила каждое утро. Ну как бы я, ну это очень. А вы хотите сюда переехать? Ну мы просто хотим сразу, нам просто, нет, мы не хотим. А вы вообще откуда? Мы живем в Темрюкском районе, нам просто интересно. А, в Темрюкском районе, ну мне что-то я вот, мы тоже рассматривали туда, мне как-то вот здесь больше всего нравится. А что это, что вот именно здесь? Вот именно по климату, вот эта вот равнина, вот эта, мы ездили все вплоть до Сочи. Ну не люблю я эти горы, вот это там, ходить в Сочи, да, были. До моря вроде спустились, 10 минут с отеля назад, у меня язык на плече, я еле дошла. Ну вот так, да, там, там, там. И так идешь по тротуарчику, такая лестница крутая, крыша дома. Ну и как я со старостью туда ходить буду? Да, все правильно. Мы тут-то двухэтажные отгрохали, а сейчас продаем, а нафиг он мне нужен? Я, ну, 6 лет назад, извини меня, у меня другое здоровье было, я сейчас не хочу убирать эти кулуары. Все-таки вы, наверное, 150 квадратов не хочу. Я тоже еще обратила внимание, что здесь очень большие дома у вас построены. Ну это люди приезжают и строят, я пожила и не хочу, я приехала, от того же мнения была. Со своей квартиры, мы же отвыкли от этого всего, да? В советские эти времена, кажется, о, коттедж, это мечта, приезжаем, лестница, у меня одна свадьба продала в Анапу, в однокомнатную уехала, свои 200 почти у нее квадратов. Да нафига? Нет. Вы считаете, что лучше иметь небольшой домик, чтобы было меньше уборки и все, и оплачивать ведь нужно такой двухэтажный особняк? Конечно, конечно. Если такие зарплаты 15 тысяч? Если вы готовитесь вот так вот к пенсии, там туда-сюда, когда-то она придет, ну не знаю. Мы тоже думали, ой, дети будут приезжать, дети приезжать. У меня была 53 квадрата двухкомнатная квартира, по 10 человек собирались внуки дети, по неделе всем местом на полу и везде хватало. А тут мы же хотим всем комнатку, туда-сюда, да, нет. Потом они уезжают, вот их уже два года у меня нет, и я хожу, вот у меня две комнаты, у нас три спальни, вот две закрытые вообще, я туда не захожу. И сколько у вас выходит в месяц за отопление? Друзья, не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, а также делиться своими впечатлениями в комментариях, это очень помогает развитию канала. Спасибо. У нас вообще мы дизельное сделали изначально 5 лет назад, но сейчас уже по улице газ провели, но у нас мы за два месяца вот переехали, ну, он съел нас, мы тысяч 50 потратили. За два месяца 50 тысяч за отопление? Да, да. Оно улетает, день там вообще мы типа 300 литров не успевали заправлять. Сейчас включили два калорифера, обходимся, но я позакрывала все комнаты. Ну, это потому что сейчас вы закрыли все комнаты, а если все комнаты, а у меня получается, да, кухонка, вот, зал такой большой. Получается 25 тысяч в месяц что-ли бы, да, улетало бы? Ну, как бы, дизельное, на газе очень хорошо. Вот я смотрю соседи, 2 800 за прошлый месяц, ну, у них тоже двухэтажный, как бы, есть разница. У брата мы жили, ну, временно, пока он не приехал, вот мы три года жили, у него газ, у него 80 квадратов, мы в самые такие мороза, ну, полторы тысячи, плюс мы это же мылись, и еще и готовила я. Газ очень выгодно. Ну, вот вы здесь уже прожили, считай, шестой год, да, вы сказали, шестой? Шестой год. Вообще, какие вы... Седьмое лето было. Ну, как вообще ваши впечатления? Не жалеете, что уехали? То, что с Дальнего Востока, вообще нет. Нравится? Вообще, мне даже там не тянет, я люблю море. Вы скучаете, да? Ну, вы идите на пенсии, вы независимы от работы, вам работа не нужна, вы просто уже живете какой-то? Ну, у меня муж еще не пенсионер, ну, вот, тоже мается, еще пять лет до пенсии, он таксует, стоит, но это не выход, тоже все временно. Несерьезно, как бы, все это так. А так, куда вот тоже предлагают пойти, ну, тоже двадцатка там, или тысяча смены, если где-то даже там каким-то охранником хотят высшее образование. А кто его сейчас по образованию возьмет? Никто? Ну, не знаю, ему тоже не хочется. А вы вот сейчас пожили, хотели бы куда-то в другую станицу переехать жить? Рассматриваю. Рассматриваете все-таки, да? Ну, вот не знаю, все равно сюда, здесь же так дорого. Ну, и Тимрюк тоже смотрели, там тоже дома дорогие. Там дорого, да. А вот эта станица самая дорогая здесь. Дорогая в каком плане? По продуктам или то, что... Я имею в виду по жилью. По жилью. И вообще сейчас сотка, вот мы, если нам продать, или мы за 700 вот свои брали, 4 года, ну, 5 лет назад, свой участок, 700 тысяч за 6,5. Сейчас сотка стоит вот так вот где-то, если 500. Ну, без газа, может, 350 найдешь. Поэтому за 6 соток 2 миллиона мне что-то жалко платить. Дорого. За землю? Нафиг она мне нужна. Я к выводу пришла, что сажать здесь вообще ничего не надо. Потому что это вот это бегать мне... Да, я что на старости агрономом заделаюсь? А здесь, если ты не попрыскаешь, у тебя ничего и не польешь, ничего не вылезти. Вот каждый вечер вот это вот льешь, стоишь, поливаешь. Потому что все за сотку. И квартиры в Анапе рассматривали тоже, чтобы уехать. Очень сильно подорожали. Мы просто свой дом продаем, как бы уже 2 года продаем большой. И рассматриваем, куда уехать. Друзья, большое спасибо вам за то, что вы смотрите это видео и проявляете свою активность в комментариях. Если вы уже переехали жить в Краснодарский край и хотите, чтобы мы взяли у вас интервью, вы можете связаться со мной. Контакты я оставлю под этим видео. Ну, вот Черное море мне очень нравится. Вы же, наверное, были там в Анапе? ЖК, вот это Черное море, как с Анапской. Красивые дома. Не видели, да? Мы не любим Анапу. Там суетно, там шумно, там воздух нехороший. И вот летом проезжаешь, когда это не отдых. А мы туда и не ездим. Мы ездим только вот или в больницу платно, потому что тут тоже, не знаю, не добьешься. Получается, здесь у вас тоже как бы, да, с медициной плохо? Вообще плохо. Вообще плохо. И мы приехали, был один терапевт. Сейчас их 4 сидит. Вот я хотела к невропатологу, думаю, сходить бесплатно. Ну, как бы, думаю, ладно. Я 10 дней стояла в очереди к этому, ну, записалась к терапевту, чтобы к ней прийти, чтобы она мне дала талончик еще дней через 8 к неврологу. Я дождалась, пришла, а та на больничном. И все, я плюнула. Конечно, я пойду, если есть деньги, куда-то лучше. Но в Анапу только в платные клиники, там же только в платные. Все-таки ничем вас здесь не зацепило все-таки это Гастагаевска, чтобы остаться здесь, как бы жить и все. Просто дело в том, что уже очень много знакомых, во-первых. Уже и родственников, и брат приехал, и как-то, не знаю, и друзей уже много приехало. Рассматривали даже вот Фадеева уехать, там, допустим, подешевле. Уже Крымский район, даже, ну, близко же здесь. Ну, что-то не знаю, а что я там буду одна сидеть? Ну, да. Мне же хочется, и я выбираю так, чтобы я могла пешком где-то дойти, вот взять центр, сходить. Пусть я буду идти там 25-30 минут, но я пешком. Автобусов у вас тоже здесь нет в станице? Внутри нет, а вот он идет один по вот этой, до конечки, этот, Анапский, 110-й. А так понастроили вот так вот далеко везде, вы же видите сейчас? И как оттуда, у кого только машины, ну, и такси вызывают. Такси здесь во все стороны 100 рублей, куда хочешь. Но, не знаю. Тоже ездили и в Благовещенский мы, и в Благовещенская станица, и потом вот эта ваша в Кемрюкском районе, как ее назовет, такая самая большая станица. Голубицкая. Там мы туда на море очень часто ездим с гостями. Там скучно зимой тоже будет? Зимой скучно, но там тоже, мы посмотрели, все дорого. Там дорого, там дорого, а зимой будет скучно просто. Здесь хотя бы у вас еще вроде бы... А тут суета, сейчас народу понаехало, тут на моих глазах все строится, столько магазинов, всего-всего. Как-то, ну, не знаю. Вот выйдешь как-то так, суетно, да. Но опять ведь самое главное, наверное, для тех, кто переехал, это работа должна быть, правильно? Не будет работы, на что ты будешь жить? Существовать на что-то ведь нужно будет? Ну, в основном едут пенсионеры. Пенсионеры, да? Вот как смотрю, в основном одни пенсионеры. Вот сколько знакомых везде, дома покупают. Одни пенсионеры едут. С Сахалина отовсюду, ну, москвичей много. Они строят или покупают? Ну, покупают в основном у застройщиков, даже дистанционно. Вот у меня сейчас у знакомых там рядом, говорит, Сахалина дистанционно купили, даже не видели ничего. У нас сосед дистанционно продал по компьютеру. Как люди так покупают, я не знаю. Мы-то уже знаем, где здесь можно брать, где нет. То, что мы живем здесь же и в дожди, и болотистая местность есть, и где ты в дождь не вылезешь вообще в запогах резиновых. И асфальт, наверное, нет в таких местах. Конечно. Надо здесь, я пришла к выводу, во-первых, что надо ближе к асфальту, потому что вот так ты не пройдешь с грязюки, не вылезешь. У меня вот там метров 300, наверное, ну, гравийка, дорога, и то я вон грязная. Ну, да. К тому же такие, так что, это все нужно предусматривать, все, если вы хотите. Но вы все-таки хотите, больше как бы вам хочется все-таки в Анапу переехать, да, если смотрите, как вы рассматриваете? Да нет, я хочу здесь. Остаться все-таки, да, то, что вроде бы родственники какие-то есть, друзья уже появились. Да. Пенсионные же вообще не доступишься. Да вы что? Конечно. Вот так, чтобы попасть, там очередь... Пенсионные попасть трудно. Так все, представьте, сколько там у них, у них, говорят, под потолок эти пенсионные дела. Получается, у них сейчас то, что, ну, пенсионный как бы разросся, да, это, конечно, ну, почему, не хватает специалистов, что ли? Ну, специалистов. Ну, мы жили в городе, у нас было 100 тысяч населения, и спокойно же все подадали. Видите, здесь население прибавляется, а штаты-то нигде не вводят, конечно, так же и в больнице, так же здесь и в больнице. Вот они добавили терапевтов, наверное, школы не хватает. Вот у меня, я почему это, в плане чего, у меня сватья в школе работала, вот год ее пригласили, она хороший педагог, 67 лет, вот она здесь отработала, вот в этой школе. Она говорит, полторы тысячи человек были, ну, она ездила на эти собрания, в Анапе, детей некуда, их совали по станицам, дети ездили. Видите, как? Садик здесь невозможно. Садик не устроится? Ой, у меня знакомые ждали, я не знаю, года 4, наверное. В платные ходила девочка, по-моему, вот она только, уже ей в школу на следующий год только взяли. А они здесь с двух лет живут, ну, с июля, они года 4 живут. Нет? Нету? Места? Нету? Два садика? Нету? Вот в платные находила кто-то на дом. Это же тоже дорого, наверное. Конечно, 500 рублей в день на платном. Построим себе там, допустим, 70 квадратов. Во! Я больше ничего не хочу. И 5 соток земли. Гости приехали, и так перекантовались. Ну, а что они? Приехали, перекантовались, уехали. Да, конечно. Ну, приехали внуки, там 2-3 месяца побыли. Ну, и хватит нам места, ничего страшного. А потом-то мы одни... Ну, это же все уборка. И, кстати, самое главное, отопление. Это все равно дорого. Пусть хоть юг-юг, а все равно же нужно это пить. Какой юг? Посмотрите, какая холодная история. Так оно же потом будет, потом сырость пойдет. И вот мы тоже начали, начали строиться, размаслали себе такой домяр. А теперь тоже его продаем. Не хочу. Не хочу. А знаете, вот такой вопрос все-таки. Почему люди приезжают в Гастагаевск? А я не знаю. Во-первых, нет, не то, что не знаю. Я, когда переехали сюда, потому что первая сватья моя уехала. И нас так сблотовало, там рай, рай. Ну, мы взяли и приехали сюда к ней. Было конец октября, и вот мы стоим. Представляешь, ночью нам не спится. Разница во времени же, 7 часов. Мы вышли в 3 часа со своим на эту верандочку. Так тепло, он курит. Я в ночную, чечки, он трусик. Как пошли, везде виноград этот висит. Для нас же дико. Да. Такие дома только в обществе начали вот эти строить. Ой, какие домики. Ой, какая красота. И мы, короче, приехали. Что-то раз квартиру на продажу, она сразу в лед. Мы собираемся и сюда переезжаем. Как-то вот, не знаю. Потом тут много знакомых, так разговариваешь же, оценивали. Вот по интернету, говорят, она якобы самая расположенная на трех ветрах. Очень выгодно по климатическим условиям. Тут три ветра. Это горный, морской, какой-то еще. Ну, кто разбирается в этом, что она очень удобно стоит. Что здесь самый климат хороший, именно вот в этой станице. Ну, действительно, если по климатическим едешь, в Орениковке дождь там льет. Всегда там льет дождь. В Юровке всегда дома, как в Лондоне. И вот у меня там знакомая работала. Мы хотели подруге там участок взять. Наташа, говорит, я каждый день приезжаю, там, говорит, туман. И сырость. Недалеко. Как в Лондоне, говорит, сырость. Вот не знаю, но она каждый день туда на работу ездила. Не вздумай там брать. Я смотрю, почему-то все едут сюда. Ну, там тоже, конечно, покупают дома. Но все почему-то сюда рвутся. Не знаю. Кого не спросишь, все едут, едут, едут именно в Газдагаевку. Эти строители, вы видите, как поднялись. Мне кажется, распиялили ее только строительством. Потому что ведь только это же можно. Ведь работы-то ведь негде. Негде. Дом-то ты построишь, а где ты будешь на что существовать? Ну, я вам говорю, что пенсионеры одни. Вот сколько мы знакомились, одни пенсионеры едут. Ну, так с медициной опять, видите, какая ерунда. Только вплата, надо денежки, значит, от пенсии еще откладывали. Спасибо.